Вот, шире шаг! Эй! Хочешь остаться без головы, придурок? И не прикасайся ко мне крысиными лапками. Двигай в строй! Я только хотел спросить, откуда вы? Капарзе, да? Отвали, Капрал. Понял. И вот еще что, отдавая честь капитану, ты превращаешь его в цель для немцев. Будь добр, не делай этого, особенно когда я стою рядом с ним. Сечешь? Секу. Капрал, о чем книга? Поосторожней, осторожней. Прости. В общем, книга об узах братства, возникающего, как говорят, между солдатами на войне. Братска. А что ты можешь за, братска? Ты что, смотри свалился. Отвяжись от паренька, Фиш. Лучше спроси у капитана, откуда он родом. Сам спроси, если хочешь это узнать. Кто объяснит мне это уравнение? Зачем нужно рисковать жизнями восьми человек ради спасения одного? Двадцать градусов. Кто-нибудь ответит ему? Райбен. Подумай о матери этого несчастного сопляка. Эй, док, и у меня мать есть. И у тебя тоже. И у сержанта мать есть. Могу поспорить, что даже у капитана. Ну, у капитана, может, и нет, но зато у остальных есть. Почему не надо знать, а исполню, смерть принять? Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что это значит, Каправо? По-твоему, мы все должны умереть? Абхам говорит о нашем солдатском долге. Да, сэр. Мы получили приказ и должны исполнить его. И это важнее всего, даже ваших матерей. Да, сэр. Спасибо, сэр. Даже если думаешь, что это приказ фубор. И особенно, если думаешь, что этот приказ Фубор. А что такое Фубор? Это по-немецки. Никогда не слышал. Сэр, у меня есть свое мнение по этому поводу. Тогда обязательно поделись им со всей командой. По-моему, сэр, это задание является серьезным актом нерационального расходования ценного военного материала. Да, продолжай. Мне представляется, сэр, что Господь меня отметил, превратив в превосходное боевое оружие. Райбан, обрати внимание, вот как надо излагать свои жалобы. Продолжай, Джексон. То есть я имею в виду, сэр, если бы он поместил меня с этой винтовкой на стоянии до одной мили от Гитлера и дал бы мне две секунды. Пакуйте вещи, парни, война окончена. Аминь. Великолепно, деревня. Капитан, а вы что, совсем никогда не жалуетесь? Я не жалуюсь тебе, Райбан. Я капитан. Есть субординация. Жалобы идут наверх, а не вниз. Всегда наверх. Я жалуюсь своему командиру и так далее. Тебе я не жалуюсь. И не жалуюсь на твоих глазах. Ты должен знать это, ведь ты рейнджер. Старш, извините, но, допустим, вы не капитан или я, например, майор. Что бы вы тогда сказали? Ну, тогда я бы сказал, это отличное задание, сэр. Задача чрезвычайной важности, сэр. Я приложу все силы, сэр. Более того, я всем сердцем сочувствую матери рядового Джеймса Райна. И я с радостью отдам свою жизнь и жизни моих людей, особенно твою, Райбан, лишь бы облегчить ее от душевной муки. Он хорош. Жюри, я отговору.